Страшно. Если бы вы посмотрели, как чёрный дым, вот, наверное, метров на 700. Жители деревни Шестаки Дребенского района накануне весь день сменяли друг друга на посту. Когда рано утром сразу в трёх местах загорелись остатки бесхозных построек, говорят, испугались не на шутку. Ведь достаточно одного сильного порыва ветра, и огонь мог перекинуться на жилые дома. Председателю сельсовета звонила. А председатель сельсовета старосту отправил ко мне, чтобы меня не успокоить. А сам поехал на трилесины. А сам на машину и поехал. У МЧС позвонила Оля, ей сказали, у нас всё хорошо. Да. Вот потом уже последняя инстанция была, она позвонила в милицию. В районном отделении милиции на вызов отреагировали и даже прислали опергруппу. 4 июля поступило сообщение на оперативно-дежурную службу Дребенского РОВД о том, что в деревне Шестаки произошло возгорание. Была направлена следственная оперативная группа, собраны материалы. Так как не было установлено, что был совершён поджог, материалы были переданы в РОЧС для принятия решения. Полуразрушенные строения горели до глубокой ночи. Дым был виден с другого конца деревни. Соседки-пенсионерки инспектируют леющие кострища. Благо дождь прошёл. В прошлый раз, вспоминают, было ещё страшнее. На прошлой неделе, наверное, дня три полили на том посёлке. В четверре-пятницу. В четверре-пятницу, вот. Полили два дома. Такий огонь страшный. И жара такая была. И горело, я не знаю. Страшно горело. Страшно, конечно, когда дым такой чёрный. Вот представляете, в этом доме, ну дом, здесь жили люди, тут всякое всё есть. И, конечно, дым этот чёрный. Конечно, если бы не было этой гарии такой, что дышать нечего, так ну ещё куда не шло. Сегодня с утра в Шестаках работает спецтехника. В одной только этой деревне по суду бесхозными признаны 15 домов. А всего в сельсовете таких около сотни. Сроки поджимают, оправдывается председатель. Поэтому и решили вместе с коммунальщиками прибегнуть к такому экспресс-методу сноса. Много дома не горят. Горят, только мусор горит. Чтобы меньше работы трактора было. У нас каждый день дожди идут. Все предупреждены. МЧС предупреждена. Что будем сжигать мусор. Ну, вы видите, и здесь полили, и там полили. Обошлось. Ни трава, ничего не горело. На то, что обойдётся, рассчитывают не только те, кто поджигает. Ещё несколько дней назад бесхозное подворье возвышалось и напротив дома деревенского старосты. Ну, я им сказала политикам, только мой дом не загорел ещё. Я честно признаюсь. Трошки постояли, потом ушли. Но оно два дня и на третий ещё горело. Это оно же не лёд, сырое, низкий венец нижний. И оно горело очень долго. Впрочем, в областном управлении по чрезвычайным ситуациям наведение порядка на земле по принципу «гори, оно всё огнём» считают как минимум безответственным. В коммунальной службе с МЧС был согласован вопрос по утилизации мусора от сноса бесхозных строений путём выжигания. Обязательным условием выжигания любого мусора является контроль над процессом горения. Ответственный должен находиться на месте и иметь с собой первичное средство пожаротушения. Была договорена со службой контролирующий процесс, что в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации они незамедлительно сообщают в МЧС. Ликвидация ветхих постройки, как итог, вовлечение земли в хозоборот сегодня актуальная задача для любого района. В Дрибинском районном совете депутатов пообещали. Контроль за пожарной безопасностью во время деревенских субботников ужесточат. Но сельский патруль по-прежнему на боевом посту, на всякий пожарный. В деревне остались ещё несколько бесхозных домов. Елена Кукшинская, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилёвская область.